В Казанском университете состоялась пресс-конференция, на которой ректор Лешат Гафоров встретился с представителями СМИ и ответил на интересующие вопросы. Все подробности далее. Прямая трансляция конференции состоялась сразу на нескольких онлайн-площадках ВКонтакте, Твич и Ютуб. Модератором мероприятий выступила директор департамента по информационной политике Казанского университета Лисан Абдулина. И первый вопрос от журналистов касался открытия высшей школы промышленного дизайна в составе ВУЗа. Ильшат Гафоров подтвердил эту информацию. Уже с 1 сентября осуществится первый набор. Будут ли определенные перекрытия с КГСО? Наверное, будут. Ничего в этом плохого нет. Мы будем учиться у них, они будут учиться у нас, если где-то мы более продвинемся в каких-то вопросах. Это нормальное явление, но конкурируя, мы будем работать по принципу взаимного дополнения друг к другу. Ильшат Гафоров прокомментировал и ситуацию с самовыдвижением своей кандидатуры на выборах ректора КНИТУ КАИ Махмуд Аганеева, являющимся директором набережно-челнинского филиала Казанского университета. Ни о каком присоединении КАИ к КФУ не может быть и речи, отрезал Ильшат Гафоров. КАИ сегодня ведущий национально-исследовательский университет Казани, и мы этим должны гордиться. У него есть свое направление, как в науке, так и в подготовке специалистов. И у нас достаточно много совместных публикаций. Мы работаем по принципу, еще раз говорю, взаимного дополнения. Был затронут и нашумевший вопрос об участии студентов в несанкционированных митингах. Ильшат Гафоров напомнил, что этот вопрос был задан студенткой Казанского университета на прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, устроенной в день российского студенчества. Ректор подчеркнул, что президент в своем ответе призвал студентов не отказываться от собственной гражданской позиции, но выражать ее необходимо в рамках закона. В данном контексте решение об отчислении студента может решать только суд, признав состав уголовного преступления. На сегодняшний день никаких решений не приняты, поэтому те разговоры об отчислениях, которые уходят, они не имеют под собой никакой основы. Другое дело, конечно же, мы не можем поощрять, когда наши сотрудники или студенты делают какие-то действия, противоречащие действующему законодательству. Также на встрече Ильшат Гафуров рассказал о проектах, которые должны реализоваться в 2021 году, обозначенном годом науки и технологий. Речь шла о создании собственного университетского технопарка на площадке одного из залов площадью 18 тысяч квадратных метров, переданных в WorldSkills. Также будет открыта научно-исследовательская клиника, работающая по направлению стоматология. И запущен детский сад, исследовательский центр по социализации детей с аутистическим расстройством. Кроме того, на территории обсерватории имени Энгельгарта Казанского университета завершится формирование кампуса, где будут проходить мероприятия, связанные с изучением космоса. И будет осуществляться мероприятие популяризационного характера для подрастающего поколения. Вы знаете, мы там построили в свое время планетарий, да, и планетарий просто является якорной точкой. А молодые люди и дети приезжают из разных регионов, им где-то надо переночевать, провести время. К слову, обсерваторию планируют включить в список ЮНЕСКО. Ранее государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймеев поручил подготовить номенционное досье. Мы для себя сформировали дорожную карту. Сегодня пока все идет неплохо. Нас включили как претендентов уже список. Это необходимый первый этап. Значит, мы готовим сегодня номинационные документы. Если каких-то политических проблемных моментов не возникнет, то поддержка у нас достаточно хорошая. Я думаю, мы где-то в 2022-2023 году сумеем реализовать. На пресс-конференции прозвучал вопрос и о создании научного центра мирового уровня по освоению жидких углеводородов. Мы приобрели отдельное стоящее здание сегодня, где будет локализоваться центр НСМО наш. Я думаю, мы его в течение ближайших месяца-полутора тоже откроем, презентуем. Сможете прийти посмотреть. Также на мероприятии прозвучали предстоящие крупные научные мероприятия, такие как ИФТ и Лингвистический саммит, который впервые пройдет в России и на площадке Казанского университета. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюс.